Здравствуйте, жители и подписчики моего канала, мы на канал Джека Фрост, а я просто Джек Фрост. Всем здравствуйте. Да, всем здравствуйте, мы на канале Джека Фрост, а я просто. Всем здравствуйте, сегодня мы поговорим о тельцах, разберем декады, соответственно, вот, пожалуйста, даты 21 апреля, 21 мая, и, соответственно, первая декада 21 апреля 30 апреля, вторая декада 1 мая 10 мая, такая да, ну это опечатка, ладно, сейчас исправим. Да. 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 Ну ладно, пусть будет так, как бы не суть важна. Первая, вторая, третья декада. Так, у нас первая декада, это у нас 21 апреля, 21 по 30 апреля. Ну, понимаете, это, как бы, это все присуще, как бы, от Венеры, то есть, вот эта вот утонченность, знание моды и так далее, там подобного. И тут, как, и вообще не у вас может, скажите, впечатление, то, что трудный характер, но, как у первоначально, скажу то, что птицы, это земной знак, это кардинальный знак. Так, даже вот так вот. Так, вторая декада, 1 мая, 10 мая, 1 мая, 10 мая, здесь с управителем Меркурии, с управителем Меркурии. Здесь вторая декада, обладая страстным темпераментом и сильным разным мышлением, целостремленно, настойчиво, всегда доведут значительное дело до конца, позволяют в натуре организаторы. Всех птицы, вторая декада, в лице добродушие, благородство и красноречие. В лице вторая декада сильно влияет фазу Луны, с которой они разделились. Птицы, родившие периоды до полнолуния, очень активны. Ну, что могу сказать, как бы, да, здесь, как бы, идет, понимаете, здесь идет, как бы, если первая декада у нас, если первая декада у нас, если первая декада у нас, да, чистые дельцы здесь идет, если можно выразиться, прям из Девы. То есть, вторая декада похожа на Девы, такие же практичные, прагматичные и т.д. и тому подобное. Ну, как говорится, венцом всего прагматизма является Козерог, конечно. Девы у нас на втором месте, Телес на третьем, почетном. Ну, итак, третья декада, это завершающий, завершающий декад дельца, это 11 мая, 21 мая, соответственно. Здесь, венец и управитель Сатурн, ну, да. Здесь у нас, понимаете, идет пересечение с Козерогом, соответственно. Но главное, я от себя могу добавить, друзья мои, главное не пересечение с третьей декады Козерога, потому что на моей практике с третьей декады не особо можно договориться, и те только принимают, и они примут вас только уважение. Если вы заслужите у них уважение, это про Козерога в третьей декаде. Что касается Телеса в третьей декаде, здесь обладает гордым независимым характером, временами трудными для понимания, своим резким нравом, создаёт впечатление жёстких, шероховатых общений людей. Ну, это, ну, это, это опять же, это опять же, вот, как в одной, в одном рассказе, откуда ветер дует, а ветер дует, как бы, от Козерога. И, то есть, всё, как бы, от Козерога идёт, и поэтому, как бы, вот такой вот. Козерог не будет общаться с теми, тех, кого он не уважает, или по каким-то причинам они выгоден. Ну, ну, и тут тоже самое, принцип, происходит, отчасти. Телеса в третьей декаде трудолюбивый. Ну, да, как бы, Козерог, он, он работает практически всегда, даже когда не работает. Он найдёт, чем заняться идти. И также Телеса. Любви верной и чистой, и честь, всё привязывается в точность наук, требует конструктивное и логическое мышление. Ну, я говорю, это, вот, опять же, это, вот, влияние Козерога, как бы, так. Потому что, Сатурн влияет, ну, на деться третьи декады, соответственно, и Сатурн, ведь, управитель Козерога. Ну, тут всё понятно, как бы, так. Ну, я думаю, с декадами мы разобрались. Теперь переходим, как бы, к совместимости. Я могу сразу сказать, представители огненных знаков идут гулять в этом плане, потому что здесь, как бы, совместимость практически невозможна. Потому что, опять же, если мы говорим, то, что Телес – это кардинальный знак. Это знак земли. И знаки огня тут, в частности, может не подходить. В частности, может не подходить Стрелец, в частности, может не подходить тот же Обин, например. Если Стрелец не подходить, потому что слишком активен в этом плане, и поэтому, как бы, вот такая вот ситуация возникает. И Обин, тем более, бесстрашный наш Обин будет доставать свою неугомонность Тельца, и поэтому, как бы, здесь будут шероховатости. Ну, а Лев, Лев, он, понимаете, это два лидера будут сталкиваться. Если, как бы, завуалированный Телец лидер, он, да, он знает, что он хочет от этой жизни. А Лев, он такой, он артист, он будет показывать, что, вот, я хочу вот это, я хочу вот это, и делай. И Тельца это будет доставать, если честно. Ну, воды, знаки воды, ну, знаете, как бы, возможно, но если, если это, конечно, не Скорпион. Потому что Скорпион, это, по сути, свой замкнутый человек, и там, опять же, может быть шероховатости. Тут у Тельца своего пессимизма хватает, и Скорпион еще своего добавит, и вообще получится пессимизм в квадрате. Так что, ну, как бы, возможно, ну, 50 на 50, скажем так. Далее, ну, я говорю, водной стихии, да. Очень хорошо, как бы, гладит представительную землой стихии. И это козероги, те же Тельцы, как ни странно. Там у них просто, вот, знаете, вот, любовь с первого взгляда. Извините за выражение, два бычка встретились. Или бы и коровы, извините за выражение. Не, ну, кто такой Телец? Это, как бы, животное, как бы так. Так что, извините, это не оскорбление, конечно. Так что, вот таким вот образом. Даже может взаимодействовать, что они очень хорошо сделают. Потому что, как бы, здесь они не будут требовать друг от друга, как бы, большего. Они знают, что они хотят, и, как бы, не будет сверх того. Ну, стихия воздуха, это близнецы, водолеи. Весы, но с весами, конечно, будет тяжеловато. Потому что эти ребята отличаются непостоянством. Сегодня одно, завтра другое. Сегодня я люблю, а завтра ненавижу. Так что, вот так вот. Так что, с близнецами, ну, близнецы, они тоже, как бы, уже. Актеры малого театра, они любят развлекать людей. Они любят коммуницировать. И вот эта излишняя активность будет настораживать тельца. Потому что, еще раз повторяю, это земной знак. А все предстоитные земной стихии, как бы, не любят вот такого тут. Когда кто-то устраивает клоунаду. Ну, вдали, ну, как бы, вполне возможно. Ну, как бы, опять же, 50 на 50. Ну, единственное, могу по совместимости сказать, самые лучшие партии, это Козероги и Девы, соответственно. Ну, а теперь к самому интересному перейдем. Кто же у нас из знаменитых людей? Из знаменитых людей Телец. Это у нас Александр Пушной. Он гитарист. Он каверщик. И дальше ведущий программы Галео, соответственно. Дальше, это наш вождь мировой революции Владимир Ильич Леонид. Дальше, это Бондарчук, режиссер. Кинорежиссер, актер. Он озвучил также босса Молокососа. В фильме Босс Молокососа. В русской адаптации. Ну, единственное, дальше, это Владимир Жириновский. Ну, Жириновский, я думаю, все знают. Ничего страшного, там нет. Естественно, замыкает наш круг великих людей. Это Шарлотта Кембриджская. Это принцесса, герцогин Кембриджская. Живет в Великобритании. Она принцесса. Так что вот так вот. Ну, друзья мои, я как бы выделил тех, которые мне более знакомы. как бы так. Ну, я не знаю, потому что их очень много. Потому что реально, я посмотрел, перерыл всю картотеку. Как говорится, там очень много. Я перерыл всю картотеку, там очень много тельцов. На самом деле, но как бы я выделил тех, которые мне более-менее знакомы. Как бы так. Ну, на этом все. Кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. С вами был Жирхрос. Всем пока-пока. Вот такие вот у нас земные кардинальные тельцы. Да, еще раз спасибо, как бы, сайту, который я оставлю в описании, за предоставленную информацию. Всем спасибо, всем пока-пока.